приветствую дорогие подписчики и гости канала good boy я решил сделать еще одно видео по игре love nikki dress up queen почему я решил это сделать потому что ну на моем канале она набрала относительно немало просмотров 1800 это для моего канала немало и еще вот тут некоторые просят еще сделать видите некий казалина антонина джонатан италия но почему-то по-русски на попросил сделать видео как набрать много очков а флейм мистер просил тоже вот сделать сделать еще видео по этой игре ну почему бы нет хоть я не знаю как сделать тут набрать много очков я в нее вообще почти не играл но может быть сможем разобраться интересно тут есть возможность на русский переключиться нет кажется нет все только по русски английский то есть и так коснемся чтобы начать так то мы уже проходили часть этой игры чего не отнимешь у этой игры так это куча красивых анимешных картинок вот тут видите нам предлагают за доллар купить нет не за 12 за доллар всего какие-то стекляшки ну и куча всякого другого вот ну-ка что там надо где он если честно я не очень поняла начать сторожа я смело поймал эту ужасную женщину иди и помоги помогите какой-то код нападает на меня я тороплюсь на интервью что ты от меня хочешь код мама это резюме в ее руках а не дизайн отпусти ее что за страшный код явили недавно недавно начавшая работать сказать реку рекрут рабочий рекрут я плюс на интервью ну и дуна направляюсь я сожалею за этой проблемы надеюсь вы не опоздали на свое интервью из-за нас почему бы тебе не посоревноваться со мной на каком-то там профессиональном стиле чтобы дать мне какое-то вдохновение для улучшений которые я могу чтобы мое интервью прошло лучше без проблем ники давай сделай это и это моя моя задача хватит воровать мои реплики принять этот квест ну да давайте примем поиск функция поиска оптимизация ты можешь искать стили и имена и метки ярлыки напрямую из одежной страницы вместо категорий так хочу нам надо то нам нужно чик и там мечет тому щупа я помню да давайте напишем чик ничего у нас такого нет дайте нам этот как был подсказку чик а симпл и элегант нам нужен понятно стиль ищем то что отмечено так это вообще про них не написано как какой у них стиль а вот как надо долго жмешь и видите тут симпл пир симпл значит простая пир значит чистая чё там нам еще раз симпл элегант да вот это элегант пир элегантная чистая а это симпл простая и красивая простая чистая вот симпл элегант вроде то что нам надо так это что совсем не то наверное нужно обувь и еще или вот что-то такое что этом шелковые не шелковая кодон хлопковые носки можно чтобы они были или чтобы их небо как что тут симпл матчер вот наверное это больше всего нам подойдет не знаю нормально ли что у нее нету носков можно сделать все такой ну ладно пусть будет более привычными брошек у нас нету татуировки вряд ли нам подойдут так хорошо ну-ка что тут все не те категории немножко мне бы хотелось чтобы было и симпл и элегант ведь это симпл и секси ну вроде не то ладно оставим ее такой пожалуй может разную вот эту ловли кит вроде это элегант пир симпл пир симпл пир пусть будет так пока мы побеждаем по ходу мы победим она зато чуть более секси и чуть более теплая мы все равно победили как я понял вот отвечаю на вопрос из комментариев до как был вопрос помните нам как набрать много очков надо смотреть какие категории нам надо особенно развивать в подсказках кошечка говорит нам это был экзамен который ты почти провалила ну спасибо выучили новый навык критический какой-то ай глаз 235 золотых за заработали простая и чистая деталь одежды джинс тут нам кстати подарочек подарили смотрите как красиво спасибо давайте а мы получили только одну деталь из этого нет нет ну ладно среди то ли площади хорошо в том числе и прическу хорошо спасибо извините вы не видели кого-то кто бы прошел и держал в руках рисунок фактически я не знаю что такое саси некая женщина только что торопилась с куском бумаги в руках да это наверное мэла девушка которая схватила мой рисунок ты знаешь куда она убежала я могу сказать но я занята рассматривая чтобы одеть на моем свидании сегодня с ариэсом каким-то фотографом как насчет того чтобы кто один из вас соревновался со мной и дал мне какие-то идеи это ерунда для нас ники красивая красивая романтическая красивый романтический наряд для свидания идеален для тебя я выберу тебя я выбираю тебя как нашего представителя мама ты украл мою реплику принимаем этот квест так видите вот что нужно подходящий стиль смотрим нижнюю строчку the proper style подходящий стиль это лавли то есть живой или повседневный или и cute значит красивее вот что нам нужно искать искать подходящие детали одежды и и прически с такими с такими с такими метками видите тут написано elegant pure а нам надо lively то есть нам это не то вот видите тут cute и как раз lively это именно то что нам надо думаю так мы больше наберем очков ну и наверное количество сердечек тоже что-то означает чем больше сердечек тем лучше видите тут cute pure simple elegant simple pure simple cute нам надо это cute вот по крайней мере есть cute видите так что давайте берем его отлично нет это явно не то тут есть топики simple sexy не то вот это тоже cute но видите тут только 4 сердечка а этого платья 5 так что 5 это больше 4 так что оставим его а этот лайвлин у него только 2 сердечка так что нет это все тоже не подойдет никто никто наверное не заметит наши носочки но пусть они там будут то же самое насчет этих туфель elegant pure не то нам надо lively cute я помню можно взять либо вот эту либо вот эту и тут и тут есть параметр cute то есть красивый да и тут и тут 5 сердечек но мне кажется такое украшение больше подходит тоже синенькое такое хорошо ожерелье надо ли нам ожерелье не вроде не особо то есть можно конечно прицепить это не совсем ожерелье как думаете пусть или не они не будем татуировки это вообще не то вот это лайвлин пусть будет наверное но где-то на таком месте татуировка что от того что я ее отметил мы ее не заметили то есть где-то там закрытое место ладно давайте так что это я нажал на на skill то есть навык а увеличивает твой счет мгновенно на 15 процентов уменьшает счет твоего оппонента мгновенно на 13 процентов а ясно это наши как бы навыки оставим так пожалуй ух ты ну мы круче всех я думаю она нас уже не догонит ники я начинаю в тебя влюблятся ты прекрасная партия для кота Отлично. Нам подарили новую кофточку. Ники, ты такая прекрасная. Огромное тебе спасибо. Моё свидание сегодня будет фантастическим. Кстати, меня зовут Тота. Давай как-нибудь снова посоревнуемся, когда снова увидимся. Подожди, Тота не сказал нам, куда ушла Мела. Я только сейчас заметил, что у Ники, кажется, красненькие глаза. Интересно, как это так. Ну ладно. Я думаю, она пошла в направлении школы. Ну я пойду сейчас на своё свидание. Пока. Новое достижение. Ледяная синяя роза. Семь наций каких-то. Я не понял, о чём они. Ещё одна. 15 тысяч золотых получили и 5. 5 бриллиантов. Хорошо. Вот всё. За долларом можно такой прекрасный наряд купить. Ну я подумал над этим. Спасибо. Как-нибудь. Может быть и куплю. Ну ладно, давайте куплю. Почему бы и нет. Да, давайте. В общем, я купил, потому что... Ну почему бы и нет. Ничего. Теперь у нас есть эти наряды, да? Счастливого Валентина. Это нам дали вот в честь праздника, видимо, такие шортики, туфельки и всё остальное. Сюрприз каких-то хакеров. Эй, друг. Бесплатная тёмная... Бесплатная тёмная кожа. Сделанная мною. Крутейшим хакером в Миролэнде. Не беспокойся об игре. Это просто приятный сюрприз, Му-му. Ну если вам подушить темнокожие, то вот можно будет сделать так. А это... Для новичка. И всё такое. Это то, что мы сейчас купили, кажется. Да, помните, это та прическа и всё остальное. Поехали. Типа такая ковбойка. Ежеднённый квест тут есть. Хорошо. В общем, я узнал, что значит Сасси. Он говорит, Ники, я не вижу тут никаких дерзких или нахальных девочек. Но там есть школьница, стоящая возле ворот. И какого-то ждёт она. Давай сходим и спросим её. Привет. Извини, что тебя беспокоим. Меня зовут Ники. Ты не видела женщину, одетую в дерзкую одежду и несущую рисунок? Здесь такая не проходила. Привет, Ники. Я Тимми. А дизайн? Вы дизайнеры? Это было бы здорово, если бы это было так. Кстати, не хотели бы вы со мной посоревноваться? Давайте будем соревноваться в Тиле Невинная Школьница. Я бы хотел ему понравиться. Это значит, как в игре Mortal Kombat через каждые несколько минуты персонажи придумывают причины для того, чтобы подраться. А в этой игре через каждые две минуты персонажи придумывают поводы одеться и посоревноваться друг с другом. Итак, этот котик говорит. Интересно, слышала ли она наш вопрос? Спроси её ещё раз после того, как вы закончите соревноваться. Хорошо. Смотрим наш этот самый подсказку. Подходящий стиль это простой и элегантный. Simple Elegant. Ну, это явно не Simple, не Elegant. А вот это Cute Pure. Ну, вот это Elegant, например. Хотя и не Simple. Вот это Simple, но у него всего две два сердечка, так что нет. Оставим это. Simple Elegant. Ну, это явно не то, не другое. И это не то. Вот как раз и Simple, и Elegant. То, что надо. Просто смотрю, другие тоже не подходят. Так, чтобы сразу и то, и другое. И Simple Elegant. Такого это есть только для такой одежды. Так, ну тут это явно не то. Лавли Коу, нет. Вот это, например, Simple. Но я думаю, что данный нам больше подойдет. Вот это Simple Sexy. Но нет. Так, Топс, Ботом. Интересно, можно? Нет, нет, нельзя тогда. Джинсы тоже не подойдут для такого одежды. Ну ладно. Так, значит, ничего здесь не подойдет. Наверное, это тоже не подойдет. Матюр Секси не то. Кьют Тьорр тоже не то. Вот это Elegant. Значит, то, что надо. Хотя бы так. Здесь зато, видите, сразу две категории подходят. И Simple, и Elegant. Но зато тут три сердечка. А тут есть только Elegant из подходящих нам категорий. Но зато целых пять сердечек. Я не знаю, как лучше. Ну, давайте возьмем это. Пожалуй. Трудно себе представить школьницу в таком виде, на самом деле. Ну да ладно. Аксессуары. Вот это Elegant. Вот это Elegant. Может так. Все не то. Вот это Elegant. Но и не знаю, подойдет она, пусть будет. Похоже на небольшой ошейник, на самом деле. Может так лучше. Количество сердечек тоже, и тоже есть категория Elegant. А здесь Simple. Вроде все они более-менее подходят. По крайней мере, одна категория из двух везде есть. Но это вроде лучше выглядит. Ну, выглядит. Так. Браслеты у нас есть. Такие вот элегантные, как бы, перчатки. Не то. Представляете, да? Кажется, оно не вяжется. Хотя тут есть, видите, Elegant написано, что это к элегантности имеет отношение. Ну, при чем тут этот мешок? Ладно, оставим. Ну, это явно не то. Ну, вот можно это сделать так. Зато, видите, тут есть Simple написано. Значит, с таким цветом кожи у нее больше будет очков. Оставим так, пожалуй. Ну, мы сразу, да. Огромный счет у нас. Зашкаливает на счет прямо. Хоть этот мешок с монетами кажется немного странно здесь выглядит. Ну, да ладно. Ну, наш кошак снова повторяет, что он влюбляется в нас. Я это уже говорил. Так что не буду повторять. Мы выиграли вот такую вот... Не знаю, как это назвать. Похоже на... Какую-то кофту, что ли. Спасибо за твою помощь, Никки. Я продолжу стремиться к лучшему. Кстати, я начинаю вспоминать ту дерзкую девчонку, о которой ты упоминала. Она единственная в нашем городе, в котором кто одевается так дерзко. Обычно она тусуется в баре недалеко. Попробуй найти ее там. Да, спасибо, Тимми. Пока. Видимо, пока у нас не скоро закончится наша выносливость на сегодня. Хорошо. 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 Вау, тут группа играет недалеко. Посмотри, их ведущий певец такой классный. Никки, кто эта сумасшедшая девочка? Я не знаю, кто это. Возможно, певцы в баре будут знать что-то насчет Мелы. Давай сходим и спросим этого ведущего певца позже. О, эй, ты меня ждешь? Да, я Никки. Мы ищем Мелу. Девочку, которая, предположительно, утащила рисунок моей подруги. Ты ее знаешь? Привет. Я Кажа. Моя беда регулярно выступает в этом городе. Мелла обычно приходит в вечере. Ты можешь ждать немного. Она должна приходить. Не понимаю, вот этот певец это мужчина или женщина. Потому что вроде похож на мужчину, но озвучивает, кажется, женщина. Ну да ладно, не знаю. Привет. Меня зовут Кая. Моя группа регулярно дает представление в этом месте. Мелла обычно приходит вечером. Ты можешь немного подождать. Она, возможно, скоро придет. А, спасибо. Кстати, ты вряд ли станешь со мной соревноваться. Не так ли? Похоже, я начинаю... А, начинаю привыкать к тому, что здесь происходит. Думаешь, стоит? Давай посоревнуемся в обычном и, как сказать, мальчиковом стиле. Ну, раз он так говорит, значит, это не он, а она все-таки. Наверное, кроме кота тут мужчин в этом мире нет. В основном все девочки, даже те, которые выглядят как мальчики. Ладно, нам надо вот чего искать. Simple, elegant. Вряд ли у нас тут что-то мальчиковое есть. Ну да ладно. Пусть будет так. Элегант. Ну вот, вроде тоже симплами. Совсем это не мальчиковый стиль у нас выходит. Ну и ладно. Нам же тут написано, подходящий стиль. Это симпл, элегант. Простой, элегантный. Значит, так и будем. Так. Такое и будем искать. Ну, идея, это элегантный, например. Вряд ли. Кажется, не очень смотрится. Но зато написано элегантный. Так. Simple, elegant. Ну, как раз тоже симпл, elegant. Но всего одно сердечко. Ну-ка. Кажется, это немного не очень вышло, да? То есть у нее рукав болтается без руки. Так. Вернемся обратно. Так. В первую очередь будем стараться выбирать такую одежду, у которой больше сердечек. Я думаю, так. 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 Ну, и подходящие категории, конечно. Вот тут не одна из них. Ну, симпл, наверное, подходящая. Но зато... Весь остальной костюм пропал. А у этого всего одно сердечко, так что лучше, наверное, оставить так. Видите, у этого хотя бы два сердечка. Все не то. Ну, вот эти элегантные написано. Лучше все равно не найдем. Наставим так, пожалуй. То есть вы поняли, да, какая у меня стратегия выбирать всем подходящие категории, как вот тут снизу написано. Симпл, элеганты. И предположительно, желательно, чтобы было больше сердечек. Опять не то. Видите, почему-то, когда я меняю цвет кожи, у нее получаются три руки. Притом, одна из них белая. Со всеми то, что надо. Так. Ладно, оставим так. Походу, мы побеждаем. Мы более... Хотя я бы не сказал, что у нас такой мальчиковый стиль. Время. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Которую можно... Которую можно окрасить. Вот как. Давай научимся, как окрашивать. Атрибуты твоей одежды перед окраской показаны здесь, сверху. Я понял. Коснись стрелки, чтобы спрятать панель и войти в секцию окрашивания. Вот мы можем в черный цвет окрасить. Краситель и необходимое количество будет отображено здесь. Понятно. Необходимое количество материалов здесь. Коснись... Кнопочки со знаком плюс. Для того, чтобы больше там что-то делать. Изменения после окрашивания будут отображены здесь. Нажми на кнопочку Customize, чтобы начать окрашивание. Количество сердечек не изменилось, кстати. Яркая ночь теперь называется одежда. И атрибуты тоже не изменились. Все осталось с буквой А. Продолжай приключениям. Или путешествиям. Никки, Бобо, Момо, спасибо вам всем за то, что помогли. Я не знаю, что сказать. Лунар, мы же друзья. Конечно, мы бы помогли тебе. Я просто не знаю, как на самом деле победить Мелу. Не беспокойся, для Никки это будет несложно. Ай, почему ты наступил на меня, Момо? Я не очень понял, что он сказал. Но он говорит что-то вот вроде так. Бобо, когда ты здесь, ты украдешь либо мое сияние, либо мои реплики. Что ты сделаешь следующим? Украдешь мою жареную рыбку? Хватит спорить, вы двое. Никки нуждается в еще одной практической сессии, чтобы победить Мелу наверняка. Теперь я буду с тобой соревноваться. Давай попробуем стиль Мелы, дерзкий ночного клуба. Принять квест? Ну да. Коснись кнопки одежда, и ты увидишь одежду, которую я только что окрасил. Коснись Get Dressed, чтобы соревноваться. На этот раз у тебя обязательно получится. Ну я бы еще кое-чем, даже какие-нибудь обувь добавил или еще чего-то. Но раз они не оставляют меня выбором, пусть будет так. Мы какие-то босиком остались. Неудивительно, что мы едва-едва. Ну и что не так много у нас очков. Котик говорит, одеваться так подойдет лишь для безнадежного слепого свитания. У нас что-то вроде критика. Никки, у тебя несомненный талант. Эти, эта обувь, это мой лучший дизайн. Я уверена, что они тебе помогут. Написано название обуви, ночные клыки. Ты победишь, Мелу. Арена какая-то. Арена стилистов. Новичок-стилист. Растущая леди. Ага, тут, наверное, можно соревноваться с обычными игроками. Вот все необходимые вещи для обмена. Прочитай ежедневные и сезонные награды и правила внимательно. Видимо, сейчас мы будем с кем-то соревноваться. Видите. Пьюр Элегант Мэйд. Наверное, подходит нам Пьюр и Элегант. Ну, пусть будет это. Так. Вот и тут Пьюр, значит, подойдет. Это не то. Вот это Пьюр, значит, пусть будет. Так. Ну-ка, Элегант. Хорошо. Это Пьюр, значит, подойдет. Элегант, значит, то, что надо. Все не то. Ладно, пусть будет так. Мы готовы. Какая-то у нас, наш противник вообще никакой. Видимо, она даже правила не читала. У нее совсем не Пьюр и не Элегант. Хотя, стоп, у нее... Да, мы все равно выиграли. Надо было читать правила. Котик говорит, нет лучше стилиста, чем ты во всем Миралэнде. Может быть, мы не с людьми сражаемся, я не знаю. Хорошо. На этот раз нам нужно Элегант с Энд Пьюрити. По сути, то же самое, нет? Вот это Пьюр. Соответственно, это, видимо, у нас такая безотказная одежда. Это все не то. Пьюр Элегант не то. Ну, пусть будет это. Ну-ка. Ну, это Элегант написано. Хотя, это больше подойдет. И Пьюр, и Элегант, как нам надо. Немного сердечек. Ну, тут тоже неплохо. Но, мне кажется, лучше так. Написано Элегант. Так что, наверное, подойдет. Как бы странно это не выглядело. Нет, не то. Все время не то. Вроде все обобрал, да? Прошел. Вот это то, что нужно. И Пьюр, и Элегант. Ну, вроде все нормально. Ой, надо было скилл нажать. Ну, ладно. Вот, это лучше читало правила. Кажись, я проиграл. Капец мне. Тут еще такая проблема, что, может быть, я свои навыки не нажал, не прожал навыки. Может быть, из-за этого. Поэтому мы проиграли. Ладненько. Яркий весенний костюм. Кажется, тут нет особо. В общем, надо как можно больше сердечек, чтобы было. Элегант Пьюр. Это Натюр Секси. Лавли. Пусть будет так. Кьют Пьюр. Может так. Блин, слетело. Короче, надеваемся. Все, что... Все, у чего много сердечек. Наверное, так победим. Нет, видите, навыки прожаты. Просто, может, у моего прошлого противника было больше... Больше, больше... Коллекция. Более мощная коллекция. О, мы можем что-то, смотрите, сделать. Макияж такой сделать. Хотя, мне кажется, немного странно выглядит. Темное лицо, все остальное светлое. Да. Но зато тут куча сердечек. Пусть будет. Как бы странно это не надглядело. Вот. Ну, какая у нас получилась совсем не такая, как раньше. Видимо, так. Побольше сердечек просто. Да. Это такая... Пробуем такую стратегию. Неважно, сочетается, не сочетается. Так. Так. Ну, пусть будет так, что-нибудь. Ладно, попробуем так, что из этого выйдет. Пока мы побеждаем. Все, мы проиграли. Или нет. Внезапно мы победили. Ура. 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 Ладно, спасибо пока. Что? Двухзвездный новичок-стилист. Мне больше нравится путешествие, потому что там, по крайней мере, можно получать в качестве наград за победы новую одежду. Ну, тут за деньги всякие вещи можно получать. Не знаю, зачем нам все эти, например, золотые. На что мы их можем тратить? Давайте продолжим нашу историю. А ну, остановись. Отдавай нам рисунок лунары прямо сейчас. Не понял, что он сказал. Сейчас попробую разобрать. Мне было интересно, кто интересовался моим местонахождением. Такие неудачники, как вы, ни в коем случае не смогут получить этот рисунок от меня. Даже не смешите. А что, если я выиграю? Ники – это одаренный стилист. Она гораздо лучше в дизайне, чем вор такой, как ты. Хм, ты должна пони... Так. Для тебя должно быть честью то, что я выбрала твой рисунок в качестве цели. Как ты смеешь называть меня воровкой? Я заставлю вас, ребята, заплатить за это. Давай будем соревноваться в дерзком стиле, если посмеешь. Ну, саси так саси. Лайвли-мачер. Вот какие нам нужны. Ну, вот это Лайвли. Значит, вроде не то. Это вот Мачур Секси. Пусть будет так. И там пять сердечек. Хорошо. Если Мачур есть, такое слово, значит, нам подходит. Пять сердечек, к тому же, у этого плача. Еще раз, какие у нас Лайвли-мачер. Или можно вот такую. Они, кстати, дополняют друг друга. Топик уже, наверное, не подойдет, да? И вообще больше ничего не подойдет. Давайте так. Во. Не, не подходит. Может быть так. Так. Можно либо так, либо сяк. Так тоже ничего. Так. Так. Субтитры создавал DimaTorzok Так или так. У того и того есть левли. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вроде неплохо. Субтитры создавал DimaTorzok Столько категорий, что я прямо вообще... Я там немножко оттеряюсь, путаюсь. Хорошо. А, можно открыть разные задники. Другое дело, зачем? А, недостаточно. Ну ладно. Стоит 380 бриллиантов. Попробуем так. Это наша противница. Она как будто только с панели. Мы по всем фронтам ее побеждаем. Микки, моя богиня, пожалуйста, прими мои молитвы, говорит кошак. И мы получили простенькую такую кофточку спортивную. Я не принесла мою коллекцию с собой в Королевство Лилит. Можешь получить свой рисунок обратно. Но помни, у тебя теперь есть враг из организации Железной Розы. И это была плохая идея. Ты заплачешь цену за свои дела, рано или поздно. Я чувствую, что Мэла достаточно сильная. Я не могу себе представить, что это за организация Железная Роза. Говорят, что после того, как принцесса Элли стала лидером Королевства Голубя, она установила Легион Железной Розы. Стилистов Железной Розы. В нем есть 10 дизайнеров высшего уровня, которыми командует Королева, чтобы там получить что-то такое. Я ничего не понял. Это звучит как воровство или разбойничество. Хорошо, хорошо. Давай для начала решим, куда теперь двигаться. Раз нас привела сюда Королева Нанари, давай для начала пойдем в Королевство Лилит. Теперь Ники и Мэмо начали свое фантастическое путешествие вместе. Они использовали улыбки и доброту, чтобы всех исцелять. Небесная империя, нация восточного стиля какого-то. Яблочные, федеральные, что-то такое. Другая величайшая нация, у которой стиль повседневный и стильный какой-то. Северное королевство. Северное королевство. Военная империя, где люди добрые и мужественные. Пустыня, люди добрые и какой-то у них там tribal, значит, первобытный стиль там что-ли так. Королевство голубя, люди добрые и утонченные в волшебстве. И, наконец, Королевство Руин. Футуристичная нация с продвинутыми технологиями. Глава 2. Фейри, значит, волшебная... Волшебный мир ледит или что-то такое. Что мы тут можем, кстати, покупать? Только за деньги мы можем... А! Видите, да? Можно за 400 бриллиантов что-то купить. Либо за реальные деньги. А, это предыдущая, ясно. Бернике уже ничего не говорит, в смысле, вслух не говорит. Только пишется текст. Мы, наконец-то, в королевстве Лилит. Лунар все еще собирает материалы для своего дизайна. Я по ней скучаю. Говоря о Лунар, она выглядит красивой, когда улыбается. Она определенно восточная богиня. А, она так и отличается от той безрассудной девочки и громкой, которую я знаю. Мо-мо! В общем, девочки в королевстве Лилит тоже могут быть красивыми. Кстати, Бобо, ты из королевства Лилит. Неужели все твои стили такие мечтательные? Да, королевство Лилит это соседняя страна федерации яблочной, что-то такое, Apple. И клауд облачной империи. Мы специализируемся на зачарованных, на стиле зачарованных фантазий. Что-то такое. Никки, почему бы тебе не посоревноваться с ней? Или, ну, в каком-то там стиле волшебной Лилит, или что-то такое. Я спорю на тарелку жареной рыбы, что ты победишь. Видите, теперь во втором акте они уже не разговаривают вслух. Приходится все читать. Так, что нам надо? Горжес и Кьют. Выбираем такие. Для начала. Ну, вот это Кьют, значит, подойдет. А то, чтобы сразу и Горжес и Кьют, видимо, такого нет. Вот это Кьют. А то, чтобы сразу и Горжес и Кьют. Обувь вообще не подходящей вроде нету. Ну, а пусть будет это. Субтитры создавал DimaTorzok Вот видите, это горжис. Я все равно оставлю, пусть будет. Так. Ну, пусть будет так. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что наш противник побеждает. Причем во всем. Пипец, это наше первое поражение. Первое поражение в истории. Пожалуйста, оставь меня ненадолго, говорит кошак. Момо думает, что эта одежда больше подойдет. Хотя, конечно, много другой подходящей по одежде есть. Тогда давайте купим. Видите, оказывается, тут можно покупать. Как я сюда вообще... Ну, я искал этот магазин, но так и не смог найти. Давайте ее купим, да. Хотя, лучше может поискать что-то с большим количеством сердечек. Вот где мы сейчас были. Я, честно говоря, запутался. Поехали. 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 тут он все еще продолжает предлагать всякие вещи за деньги а вот такой вот можно купить давите тут не совсем за деньги за 50 50 монет короче не монета бриллиантов у нас есть 362 бриллианта так что принципе все это нам по подходит по средствам вроде давайте вот это куда можем закупить стоп она не 50 стоит сколько она стоит ага я не понимаю я нажимаю на ничего не происходит почему-то она не пока не покупается теоретически самое верхнее написано 260 бриллиантов у нас 362 должно хватить ночи там не получается покупку купить вот где мы сейчас были где можно было покупать одежду не понимаю это что можно в лотбоксах это все найти реально не понимаю а ладно на сегодня пожалуй все я буду разбираться дальше в этой игре наверное если лайков и просмотров будет достаточно но это пока все по крайней мере мы прошли первый эпизод первую главу это хорошо